Приветствую вас! Конечно, знакомый может рассказывать тайны разговора с вашим мужчиной, и, конечно, мужчина может чисто теоретически, значит, как-то доверять этому знакомому, может делиться с ним тем, что его волнует. Но в этой ситуации, дабы нам с вами не гадать, давайте попробуем подумать так. Предположим, что мужчина действительно не хочет разводиться со своей женой, чтобы уходить к вам. Тогда получается, что он вас обманывает, говоря, вам хочет разводиться и что разведется. Соответственно, если мужчина обманывает, значит, у него должны быть цели, у него должны быть мотивы для того, чтобы вас обманывать. Есть ли у него мотив вас обманывать? А какой может быть мотив обманывать в данном случае? А мотив обманывать в данном случае может быть по сути дела только один. Это ожидание того, что вы все равно, несмотря на то, что, например, срок в месяц пройдет, вы все равно останетесь с этим женатым мужчиной. Если у него есть основания полагать, что вы все равно останетесь с ним после того, как пройдет месяц, то он, естественно, может с большей долей вероятности, действительно может не хотеть разводиться со своей женой и ничего менять. Для этого у мужчины должны быть определенные черты характера и определенные признаки в поведении. Например, склонность командовать, например, склонность к тому, чтобы все было так, как хочет он, неприемлемость чужого мнения. Или наоборот, излишняя мягкость, инертность, страх перед будущим, но вместе с тем целенаправленное поведение на удовлетворение своих желаний. То есть должны быть определенные косвенные признаки, которые вы указывали на то, что мужчина может рассчитывать на то, что вы после истечения срока, значит, в месяц, все равно будете с ним. Это первое. Второе. У вас знакомый, который говорит, что дает советы и который говорит, что ваш мужчина врет, ничего не сделает, ничего не меняет. У этого знакомого, который вмешивается в вашу личную жизнь и который явно пытается ее испортить, пытается как бы отвратить вас от вашего мужчины. У этого знакомого есть тоже свои мотивы. Во-первых, если ваш мужчина рассказывает ему все тайны свои, то как минимум со стороны знакомого некрасиво эти тайны рассказывать вам. Только если он имеет на вас какие-то виды. А отсюда можно сделать вывод. А не испытывает ли ваш знакомый к вам на симпатию? Не хочет ли ваш знакомый, чтобы вы были с ним? Отсюда вывод. Посмотреть на его личное положение. Есть ли у него девушка, есть ли у него семья, есть ли у него женщина и так далее. Понимаете? Ну, то есть, девушка имеется в виду, с которой они встречаются, женщина имеется в виду, с которой они уже давно живут вместе. То есть, моя девушка это все-таки та партнерка, с которой я встречаюсь, моя женщина та, которая я считаю своей женщиной уже. Чтобы вы не думали, что делать здесь именно в возрасте девушка и женщина, чтобы вас это не задело пояснять. То есть, как вы видите, есть мотивы у знакомого и есть ли мотивы у вашего мужчины. Простите, пожалуйста. Соответственно, то, что есть мотивы у вашего мужчины, это, ну, не доказано. То есть, есть мотивы у вашего знакомого, это очевидно. Мотивы есть, и их много, с этих мотивов. И я имею в виду, они сильны, эти мотивы. Мотив, например, доказать этому мужчине, что у вас знакомый лучше него. Мотив, например, добиться вас. Мотив, например, как-то самоутвердиться. Понимаете? То есть, хотя бы просто поэтому, уже можно говорить о том, что у вашего знакомого больше мотивов вам это внушает. И, кстати говоря, у него получается, у нас вы обратились сюда. Что я вам хочу сказать? А, значит... Знакомому вашему, который наручает моральные ценности и распространяет тайны не его, лучше не верит. Человек этот, довольно низких моральных ценностей. В любом случае, неважно, правда он говорит или нет. И доверять такому человеку, как вы понимаете, нельзя. В любом случае. Опять же. Потому что, как сейчас он говорит правду, если, то так потом он может говорить неправду. Потому что у него, еще раз повторю, низкие моральные ценности. Если бы у него были ценности высокие, он бы поговорил с мужчиной и сказал ему, чтобы он вас не мучил. Чтобы ваш мужчина сам вам предназал в том, что он не хочет ничего менять. Вот это нормальное поведение. То, что делает вас знакомым, это совсем неповедение. Неповедение мужчины и неповедение уважающего себя. Человека в любом случае. В любом случае. Далее. Значит, у вас есть месяц. В любом случае. То есть, с вашей мужчиной у вас есть месяц. И по истечению месяца, если вы твердо уверены, что собираетесь разводиться, ой, то собираетесь расходиться, прошу прощения, расходиться в случае, если он ничего не делает. Ну вот, все станет на твои места. Но если вы сейчас будете слушать своего знакомого и давить еще больше на своего мужчину, то может быть, а ему сейчас и так непросто, может быть, ваш мужчина под этим давлением не устоит и решит все-таки от жены не уходить. То есть, вы можете, если вы хотите верить знакомому, верьте. Но это лишь будет означать, что знакомый надавил на ваши сомнения, которые изначально были у вас. Но веря знакомому, доверяя ему, тогда ничего не делайте в сторону своего мужчины. Не говорите ему ничего. Ведите себя как обычно и дайте ему возможность реализоваться, дайте ему возможность проявить себя и либо оправдать в ваших глазах себя, либо наоборот, подтвердить слова знакомому. Понимаете? Я думаю, что именно так можно ответить на ваш вопрос. Но на будущее, на будущее, я бы рекомендовал вам не прислушиваться никаким третьим лицам в контексте ваших личных отношений, потому что третьи лица всегда только вредят. Третьи лица никогда почти не помогают людям как-то в отношениях. Если третьи лица это делают, то они сами того не осознавая, вмешиваются, вмешиваются, вмешиваются. Они мешают человеку самому строить свою личную жизнь, самому получать опыт, самому принимать решения и самому формировать себя как субъект этих самых личных отношений. Поэтому оправдывайте своего знакомого, говорите ему, что не желаете это слушать, что ваш мужчина сам проявит себя или нет, а вот так вот принижать его в ваших глазах просто-напросто некрасиво для знакомого. То есть пристыдите его. Пристыдите его и посмотрите на его реакцию. Если реакция будет негативной, значит, скорее всего, он действительно вас обманывает. Если реакция будет позитивной, да, здесь тоже не все так одноизначено. Если реакция будет позитивной, значит, вы знакомый человек достаточно интеллектуальный и достаточно расчетливый. Но это так не может означать, что ваш мужчина действительно вас обманывает. Но, опять же, не избивайте своего мужчину, даже если вы склонны доверять своему знакомому. Не избивайте ему его. Позвольте ему проявить себя. Позвольте ему сделать то, что он собирался. Собирается или собирается, не важно. В любом случае, здесь не такой большой срок. И важно здесь именно все не испортить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то у вас дополнительные вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.